вот опять очень много их вот срезаем вот здесь вот под шляп под это вот утолщение потому что вот так вот чистенькие хорошенькие никаких червяков здесь у них нет потому что уже морозик тут был очень хорошие мариновать это вкусняшки прям такие срезаем вот так вот их можно и с ножками срезать кто хочет но ножки более жесткие эти вот мягенькие чистенькие хорошенькие срезаем их вот вот эту часть просто пошли вот отсюда за и мы собираем чистенькие грибочки никаких червячков нет здесь очень хорошие грибы мариновать их на 5 это прям хорошо и грибную икру мы делаем из них хорошим грибочки и много их тут растет прям целая поляна тут ходить собирать одно удовольствие в лес бегать не надо прям здесь все растут красоте сейчас нарежем покажем все еще тут дал задание потому что на всех в лес хочет ходить но в лес далеко не может здесь в саду красота собирая не хочет маленькие чистенькие красавные вот тогда под окнами сколько и бог росло таких же полно еще опять везде красота собирая не раздавить все целая корзина они плоские поэтому их немного убирает этот двухведерный корзина ножки кого-нибудь это не как бы плотно здесь плотно на тяжелые вот это корзина берем потом завтра другую будем набирать срезали шляпки это осталось вот корзину двухведерные набрали опять один большая остальные пока оставили потому что не в лесу здесь у нас прям растут завтра сейчас пока эти переработаем завтра другие срезать ну вот смотрите разводим вот такие опятки у себя в огороде красненькие чистенькие ничего нет и очень вкусные очень вкусные замаринуем шляпки мы только срезали а ножку не брали ну кто потому что там мариновать будем потому что не знаю мне ножки не нравится они жесткие если икру готовить будете да тогда с ножками потому что там все равно через мясорубку все это проворачивать надо будет потому что там можно с ножками вот это хватает там что там еще и смотрите подписывайтесь на рецепты как делать как мы делаем тоже расскажу подписывайтесь на рецепт вкусняшки вариновых грибов тоже в дальнейшем покажу как делать как разводил эти опяты собираешь грибы желательно переросшие ведра они меня их ложу размельчил залил водой и два дня они у меня стояли в теплице пока пина не пошла постоянно перемешиваешь ну два-три раза в день перемешивал их и потом пролил места я хотел бы чтобы они росли потом обязательно листвой присыпать их листвой обязательно прикрыть их питание было и все это вот в прошлом году я делал в этом году уже пожалуйста делайте так же всем пока и и в